Хадис указывает на то, что можно детей допускать в мечеть. Можно, чтобы дети были в мечеть и приходили в мечеть. На это указывает данный хадис и другие хадисы. На увы, здесь в своем шархе он говорит, что да, можно, говорит он, хотя лучше, говорит он, отдалять от мечети, можно, говорит он, но лучше отдалять от мечети тех, со стороны которого есть опасность хадиса. Что как-то они там испачкают мечеть и так далее. Ребенок может что-то сделать, из-за чего он испачкает мечеть и так далее. Но эти слова новые на самом деле, что на них далили нет, что лучше все-таки не допускать, можно, но лучше не допускать, если есть какая-то опасность, там, хадиса и так далее. Далили на это нет. Про Калийсарат Усрам, из его хадисов мы видим, что обратное на самом деле. Видим обратное. Про Калийсарат Усрам стоял на Минбаре, вы знаете хадис, стоял на Минбаре, проводил хутбу. Пришли кто? Хасани Хусейн. Пришли Хасани Хусейн, маленький тогда, сказано Иасурани. То есть они спотыкались о свою одежду, шли в этой одежде своей, спотыкались о полой одежды. И Про Калийсарат Усрам увидел их и спустился с Минбара и взял их с собой. При этом он проводил хутбу на Минбаре, хорошо, и спустился и взял их с собой. Поэтому присутствие детей в мечети, пускай детей в мечеть, что нет проблем здесь, хорошо, это не вредит. Хадис знаете вы, да? И вдруг показались, Хас ибн Хусейн шли, на них были красные рубашки, они шли, спотыкались и снова вставали. И он спустился, взял их и поднялся вместе с ними на Мимбар. И в мечеть.